Приветствую подписчиков и гостей канала Все о стиральных машинах и бытовой технике. Сегодня у нас долгожданный топ 5 рейтинг лучших холодильников до 20 тысяч рублей. Казалось бы, такая смехотворная цена по современным меркам. Какой можно холодильник купить нормальный за эти деньги? На самом деле можно, моделей достаточное количество, особенно если не требовать от холодильников какой-то высокой технологичности, то вполне себе подобрать хорошие модели можно. Ссылки на все холодильники, представленные в нашем рейтинге, вы найдете в описании к данному видео. Мы начинаем. И первый холодильник у нас, который возглавляет наш топ, это Бирюса 153. Ничего удивительного нет, то есть Бирюса предлагает холодильники в разных ценовых сегментах. Есть как высокотехнологичные модели, так и простые. Вот здесь модель простая, но в то же время она очень удобная и эргономичная. И люди говорят о том, что за свои деньги это лучший на рынке вариант, и специалисты с ними всецело согласны. Во-первых, смотрите, за 19 850 рублей вы приобретаете холодильник, у которого отдельно дверца для морозильной камеры, отдельно для холодильной. При этом у него высота всего 145 сантиметров, а общий объем 230 литров. То есть по внутренней эргономике, даже сами посмотрите, то есть вот она вместительная морозилка, сюда можно напихать достаточно большое количество и овощей, и мяса, и чего угодно. И, соответственно, еще и холодильник с выдвижными ящиками. Да, конечно, он во многом повторяет эргономику советских холодильников. В принципе, примерно по такой же технологии он сделан. Но советские холодильники отрабатывали по 30-40 лет без проблем. Соответственно, если этот холодильник отработает хотя бы половину этого срока, он свои деньги отобьет однозначно. Поэтому, ну, обратить внимание на него стоит. Тем более, что объем морозильной камеры у него аж 70 литров. То есть за такие деньги с морозилкой 70 литров вы холодильник в принципе не купите. Поэтому стоит присмотреться. Следующий вариант это BIRUSA 6. Опять же, BIRUSA, от нее мы никуда не уйдем. 21 отзыв об этой модели и очень часто интересуются ею на рынке. У нее, конечно, по сравнению с предыдущим минус, это то, что у нее единственная дверь и морозилка отдельно отделена от холодильного отделения. Соответственно, дверцы. Ну, как бы это классика советская, опять же. Ну, уже от этого люди отвыкли, это не так удобно. Хотя, если вас это не напрягает, например, на дачу берете холодильник, то вполне себе вариант, который имеет право на существование. Здесь полки из хорошего закаленного стекла. Боковые вот эти полочки, это пластик. Причем вполне нормальный. То есть при аккуратном обращении холодильник вполне себе послужит. Конечно, нет у него никакой электроники. Объем морозилки всего 47 литров. Но, что называется, при скромной жизни хватит. 18 489 рублей он стоит. Ну, и, в принципе, в пределах двадцатки его купить можно, а дороже нет смысла уже платить. Третье место в нашем рейтинге занимает компактный холодильник Atlant X2101-100. Тоже очень популярный. Чаще всего его берут в офисы. То есть люди вот, ну, сами понимаете, допустим, офис там 5-6 человек целый день работают. Хочется покушать там, а еду оставить, соответственно, принесенную из дома негде. Вот это как раз вариант просто идеальный. Также хороший это вариант будет, например, для дачи, либо для холостяков. Ну, которым, например, там две пачки пельменей надо в морозилку забросить покупных. Да, какие-то там продукты оставить в холодильнике. Это тоже вариант будет хороший. Объем морозилки 15 литров, объем холодильной камеры 105 литров у этого холодильника. Ну, и просят за него 15689 рублей. Очень хорошая цена. Ну, и, в принципе, дороже 18 тысяч нет смысла его брать. Ремонтопригодны неломки холодильник, хотя ремонтируют их нечасто. Потому что, ну, цена, сами понимаете, ну, сколько поработал, столько поработал. В среднем отрабатывают, ну, по 4-5 лет. Обычно дольше и не нужно. На вторичном рынке можно много найти этих холодильников, что свидетельствует о том, что их, когда уже они не требуются, да, берут холодильник побольше, продают, да. Да, еще люди покупают, потому что они в рабочем состоянии находятся. Просто морально устарели для конкретных людей, которые, например, хотят уже холодильник побольше. Поэтому нормальный вариант. Следующий вариант, четвертое место, это холодильник HANSA FM 050.4. Это сверхкомпактная модель. Еще более компактную в таком классе, ну, найти практически на рынке невозможно. Всего 50 сантиметров у него высота, ширина 47 и, соответственно, глубина 44,7. То есть, используют их, как, допустим, холодильники в гостиничных номерах, где-то еще. Ну, то есть, маленький, удобный, компактный. Подмышку взял и понес. И на дачу тоже хорошо. Если, допустим, добираетесь общественным транспортом, его можно перевезти даже в общественном транспорте с учетом его габаритов. Здесь никаких сюрпризов. То есть, общий объем 47, ну, и в основном это холодильная камера. То есть, объем сам, морозилки у него нету. Ну, и было бы, наверное, странно, если бы была. Соответственно, ну, ничего здесь особенного нет, но, тем не менее, свою функцию выполняет. Следующий вариант, который завершает наш рейтинг, холодильник горения RB491PW. Это холодильник, который имеет все-таки морозильную камеру, но при этом у него очень-таки весьма компактный размер. 84,5 всего лишь высота у него. 120 литров общий объем, 105 литров объем. Холодильные камеры 14 литров. Морозилка. Это все-таки горенье, то есть, это качественная техника, хорошая сборка. И, в общем, модель, на которую стоит обратить внимание, при том, что цена у нее со скидкой 16 350 рублей. Внутренняя эргономика. Ну, как для холодильников, в общем, такого типа. Есть выдвижной ящик объемный для хранения овощей, две полочки для хранения каких-нибудь банок, склянок, солонины. И морозилка с отдельной дверцей, плюс боковые полки. То есть, все необходимое, в принципе, и есть, поэтому я не вижу проблем в том, чтобы, например, использовать его на той же даче. Этот холодильник – прекрасная модель. Ссылки на все холодильники, представленные в нашем рейтинге, вы найдете в описании к данному видео. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх, жмите на красную кнопку «Подписаться» под роликом, жмите на колокольчик и удачи вам!